Интернет Мазин 740 Рад вас приветствовать на нашем канале И сегодня мы с вами рассмотрим Стабилизаторы напряжения Вальток серии Basic Данный стабилизатор является Хитом продаж Для квартир Так как имеет компактные Габариты начиная От 9 до 18 кВт Также данный стабилизатор Может быть использован Как на даче Так в загородном частном доме В офисных помещениях И также этот стабилизатор Хорошо подойдет на других объектах Главное чтобы он правильно Подобран по мощности Данный стабилизатор является Электронным, тиристорного типа И соответственно Скорое срабатывание у него 20 мс В течении 20 мс Он выровняет ваше нестабильное Входящее напряжение И на выходе вы будете иметь 220 вольт С возможной погрешностью До 10-12 вольт По диапазоне стабилизации Он является достаточно комфортным 140-253 То есть как пониженное напряжение Так и повышенное напряжение Будет стабилизировать данный аппарат И по заводским установкам Будет работать До 120 вольт По нижнему пределу И тогда будет отсекаться И до 268 вольт Будет работать по верхнему пределу Тоже выше будет работать отсечка Вот в диапазоне 140-253 Он будет выдавать 220 вольт Со стандартной погрешностью Возможной Выше 253 вольт И до 268 вольт Он будет продолжать стабилизировать Но уже с возможной Большей погрешностью Та же самая история Будет по нижнему Ниже 140 вольт И до 120 вольт Он будет тоже работать Но с большей погрешностью Также можно через сервисное меню С помощью данной кнопки Отрегулировать пределы Верхней отсечки И нижней отсечки То есть Вы можете верхнюю границу 268 Сместить до 285 вольт Тогда погрешность Станет еще чуть больше То же самое По нижнему пределу Вы будете Если нужно Уменьшать до 100 вольт То есть у него 120 заводская Можно отрегулировать И опустить до 100 вольт В принципе Аппарат многофункциональный Настройки у него Хорошие Тут оплажены Все можно Дополнительно настроить Если у вас диапазон Какой-то не устраивает Приятным бонусом Является так же Что данный стабилизатор Работает Со сварочными инверторами То есть Если в частном доме Вам нужно поварить То его не нужно Включать в транзит А вы просто можете В режиме стабилизации Используя данный аппарат Варить Пользоваться Сваркой Данный стабилизатор Имеет запас По мощности То есть Пусковые токи Он тоже держит Хорошо Дальше мы технические Характеристики Рассмотрим И данный стабилизатор Имеет медный Трансформатор Тоже Как бы Хоть и он Относится К бюджетной линейке Бюджетный Семент Этих стабилизаторов Но Как бы Все самое важное И нужное Здесь Экономия Не предусмотрена Поэтому Комплектация Хорошая И можем Его рекомендовать К продаже Теперь Давайте Рассмотрим Внешний Вид Данного аппарата Видим Вот такую Стильную Панель Переднюю Спереди Кнопка Которая С помощью которой Можно переключать Дисплей Там Регулировать Все Через Нее Также Вот Ножки На которых Можно поставить Стабилизатор Вентиляционные Решетки Снизу Для охлаждения Если Вы хотите Подвесить На стенку Этот стабилизатор На стену Он тоже Обычно На стенку Вешиваются Вот Есть Отверстия Которые Можно Насаживать Аппарат Подключение Тоже Сзади В верхней части Расположено Шильдик На котором Указана Вся Необходимая Информация Вхит У нас Фаза Вхит 0 0 Фазовый В общем Подключение Очень простое Если Есть заземление Подключаем Заземление Сверху Также У нас Есть Кулер Предназначен Для охлаждения Аппарата Если Сильно Будет Большая Нагрузка Может Греться Или если Ему жарко В помещении В каком-то Жарком Расположен Ну В принципе Очень Стильный Данный Стабилизатор Имеет ряд Защит По сверхнизкому Сверхвысокому Напряжению От короткого Замыкания Перегрузки От Перегрузки Трансформатора Стандартный Набор Защит Присутствует Срок Эксплуатации Его Рассчитан На Производителем 80 тысяч Часов Температурные Условия Стандартные Для большинства Аппаратов То есть От 0 до 40 Примерно 45 Ну Как у В общем У всех Ну По опыту Напоминаем Что Если У вас Не влажное Сухое Помещение Резких Перепадов Температуры Там В гаражах В каких Либо Либо Неотапливаемых Помещениях Нету То В принципе Очень много Людей Устанавливают Эксплуатируют И К нам Честно говоря Еще никто Не обращался По такой причине Что у кого-то По этой причине Вышел в строй Аппарат Поэтому Какие-то Минуса Там Не сильно Большие Можно тоже В этих условиях Главное Чтобы было сухо И не было влаги Можно эксплуатировать Что касается Комплектация аппарата Вот сам Непосредственно Стабилизатор Крышечка Сверху Которая Закрывает Подключение Там и закручивается Паспорт Вот Вольток Вырублен В Украине И Вот Гарантийный талон В котором Казывается Модель Серийный номер Ставится Наш отметка До продажи Вы можете Сюда Убедиться Что он Тот Что надо Аппарат Пришел И Все это Упаковывается Вот в такую Коробку Заводская Упаковка Вот И Ну В Талфанчике В общем Теперь давайте Перейдем К техническим Характеристикам И посмотрим Что Он нам выдает Рассматривая Нашу модель Вольток Бэйсик 15000 Отметим Такие Характеристики Номинальная Полная Мощность 15 КВт Пиковая Полная Мощность До 40 Син 15 8 КВт Длительная Нагрузочная Способность При нижнем Входном Стабилизации 140 Вольт 9,6 КВт Номинальный Ток Стабилизатора По входу 68 Ампер Пиковое Превышение Тока Не более 3 секунд 90 Ампер Ток Холостого Хода Не более 140 Миллиампер Абориты Высота 405 Миллиметров Ширина 240 Миллиметров Лобина 170 Миллиметров Вес Примерно 22 КГ Итак Сейчас мы Включим Наш Дисплей И увидим Что у нас Какая информация Выдается Вот тут До 20 Секунд Задержка Сначала Это мы переключали Пробовали в транзит Сейчас мы Переключаем С помощью нажатия Кнопки Стабилизация Либо ждем Когда отсчет Произойдет Либо в принципе Удерживая кнопку Автоматически Стабилизация Вот Версия ПО Дата Название Нашей модели Диапазон Стабилизации Погрешность Ампераж Это мы все Сразу же Видим Потом мы Видим Входное Напряжение И выходное Напряжение Давайте Сразу Чуть Понизим Вот И Соответственно У нас Мощность Вот Указывается Какую мощность В процентном соотношении Может при пониженном Таком напряжении Выдягивать данный Стабилизатор Это от номинальной Мощности 84% То есть Чем ниже Будет Отображаться Наше входящее Напряжение Тем меньше Мощность Ну потеря По мощности Будет Итак Рабочий диапазон Стабилизации У нас 140 253 Мы опускаем До 140 Вольт Вот 142 140 141 Вот наши 12 Вольт Погрешности И получается На выходе И Теперь Мы видим Что у нас Продолжает Стабилизатор Мы можем Опустить Его Ниже 140 Вот Мы его Он будет Работать От 140 И отключится Аж на 120 Вольтах Или ниже Если будет Вот сейчас У нас Сработало Напряжение В этой прошивке Еще сейчас Мы не видим Напряжение Которое Ниже 140 Ну вот С осени 2017 Года Уже Следующей Прошивке Будет Видно И Все Ниже 140 Вот То есть Мы Вернули Диапазон Стабилизации Он снова Сам включился Не надо К нему Бегать Возвращаться Чтобы он Начинал Опять Работать И теперь Мы следующий Экран Переключаем Мы видим До скольки Вот можете Мы можем Посмотреть До скольки Мы до 101 Вольта Опускали Этот Стабилизатор Это у нас Память Самого низкого Напряжения Температуры И самого Высокого Напряжения Но вверх Мы еще не давали Скачку Поэтому пока Только 219 Тут кстати Предел Нижнего Заводского У нас 120 Вольт Но его Можно Регулировать И ставить От 100 До 130 То есть У нас Можно даже Еще его Опустить С помощью Сервисного Меню Заходить Вот Кнопку Там Дополнительная Не опускать Доставать Теперь Давайте Посмотрим Свечи Дисплей Это защиты Температура 85 По нижнему 120 То что мы Говорили Поверхнему 268 Тут Мы говорили Что тоже Можно до 100 Опустить А эту защиту Можно поднять И сделать До 285 Тогда будет Больше Погрешность Но она В пределах Будет 245 Вольт Тоже Не страшно Для Бытовой техники Режимы Тут значит Мы Можем Посмотреть Номер Ступеней Температура Трансформатора Ключа Частота И вот Т Это 0 дней Его работа То есть Видно Что аппарат Новый Вы всегда Можете Убедиться Что стабилизатор Не был В работе А именно Пришел К вам Полностью Новый Не был В работе Ну вот Мы Видим Ну давайте Сейчас Поимитируем Скачки Напряжение Вот у нас Ну уже Сработало Значит Вот у нас Пониженное Смотрим Как он справляется Все же В пределах 140 253 Он справляется Выравнивает И На выходе Практически Погрешность Как у 12 Ступенчатого аппарата Идет Всего там 10 12 вольт Так 253 У нас Ну мы Поднимаем 52 И видим На выходе 220 вольт Если мы Поднимем Ну до 268 Будет продолжать Работать Свыше 268 Вот И выпадает Перенапряжение Та же Самая История То есть С осени 2017 года Будет уже Показано В прошивке Все что выше 253 Вольт То есть Прошивка Будет Уже В прошивке Будет указываться Напряжение Входящее Которое Больше 253 Вольт И теперь Мы можем Посмотреть Вот у нас По памяти До скольки Мы аж Поднимали До 280 Вольт И у нас Работала Защита Опять-таки Напоминаем Можно эту защиту 285 Поднять Будет Очень широкий Диапазон Интернет Магазин Семсорок Является Официальным Дилером И представителем Завода Производителя Данных Стабилизаторов Мы являемся Эксклюзивным Магазином Продающим Данные Стабилизаторы Гарантия На стабилизаторы Вольток Серии Бэйсик Составляет Два года Даты продажи Мы Осуществляем Как гарантийное Так и сервисное Обслуживание Наших клиентов Если у вас Остаются Какие-либо Вопросы Пишите Звоните Задавайте Наши менеджеры Обязательно Подскажут Помогут Подобрать Если вам Понравилось Данное видео Ставьте лайк Подписывайтесь На наш канал Благодарим В очередной раз Всех наших клиентов Которые Заказывают Наши Аппараты Благодаря вам Мы продолжаем Работать И снимать Данное видео Звоните Заказывайте Спасибо за внимание Данное видео Данное видео Данное видео